Проблемы окружающей среды Кыргызстана представляют угрозу для будущего устойчивого развития страны, главными из которых являются исчерпание природных ресурсов без возможности для восстановления, потери естественных экосистем и застой человеческого капитала. Именно поэтому для того, чтобы человечество не задохнулось в собственных отходах, необходимо уже сейчас искать альтернативные методы выживания. Одним из таких методов можно считать компостный метод или по-другому обычное разделение бытовых отходов. К слову, во многих странах сортировка мусора – это проявление уже обычное, тогда как в Кыргызстане только-только начали понимать, что такое вторичное использование. Совершенно понятно, что природа попросту не успевает утилизировать отходы. Поэтому сейчас очень актуален разборный сбор отходов, любых отходов. То есть, если мы будем отдельно собирать, допустим, пластиковые отходы, пищевые отходы, макулатуру, какие-то другие отходы, по отдельности их будет легче утилизировать. Сегодня по всему миру практикуется вторичное использование переработанных отходов. Республика сейчас лишь в шаге от этого. Буквально в следующем году возле Бишкека на территории площадью в 35 гектаров будет работать новый полигон, оснащенный по международным стандартам. При этом отмечается, что принято решение построить завод не по переработке, а по сортировке отходов. Да, это будет завод, но мусоросортировочный. Там будут отдельно разделяться фракции пластика, фракции металла, органические отходы. А старый полигон, там будет полностью какая-то часть, она будет выводиться через газоотводные трубки, сверху будет засеваться поле. Полностью вот эта санитарная зона будет обеспечена по всем экологическим стандартам. В Кыргызстане последние четыре года идет работа по внедрению так называемой зеленой экономики. Ее появление обусловлено тем, что нынешняя экономическая система, пусть и дала определенные результаты в повышении жизненного уровня людей в целом, однако пагубно повлияла на экологию. А это можно назвать прямой угрозой для будущих поколений. Причины того, что по всему миру ускоряется движение в сторону озеленения экономики – это истощение углеводородов в мире, потребность в снижении зависимости мировой экономики от углеводородов, осознание мировым сообществом экологического кризиса на планете, реальное ухудшение экологии, что негативно отражается на здоровье и качестве жизни. Зеленая экономика предоставляет широкие возможности для создания новых рынков труда, услуг и технологий. Таким образом, понятие зеленой экономики представляет собой комплекс трех компонентов – экономический, социальный и экологический. Поэтому для выживания и развития человечества требуется переход к зеленой экономике, то есть системе видов экономической деятельности, связанных с производством, распределением и потреблением товаров и услуг, которые приводят к повышению благосостояния человека в долгосрочной перспективе, при этом не подвергая будущей поколения воздействию значительных экологических рисков. «Любое решение в области экономической политики, оно непосредственно должно участвовать в влиянии на окружающую среду. Не потому, что мы любим природу или мы любим зелень, а потому, что это непосредственно сказывается на экономике в целом. То есть, если люди болеют из-за того, что у всех машины, опять-таки идет нагрузка на бюджет, бюджет, значит, надо собирать налоги». Также стоит отметить, что зеленая экономика является эффективным инструментом для борьбы с бедностью и сокращения нищеты с использованием новых возможностей сотрудничества и доступа к более дешевым технологиям производства энергии, пищи, жилья, обеспечения других жизненно важных потребностей развивающихся стран. Особенно стоит отметить, что при развитии аграрной промышленности страны, используя природные ресурсы, можно достичь значительных результатов по устойчивому развитию. Тем более, по мнению экспертов, в Кыргызстане есть все возможности экономического развития, принося тем самым не вред, а пользу экологии. «Те пастбища, которые мы сейчас используем, мы их могли бы использовать под другие направления экономики. Мы могли бы там сажать сады. Учитывая, что эти земли никогда не видели ни грамма, ни пестицида, ни химиката, мы могли бы получать экологически чистую продукцию. Именно в этой сфере мы конкурентны с нашими соседями». Поэтому уникальность нашей страны заключается в том, что «зеленая экономика» способна полностью сменить нынешнюю систему. Да и других путей нет, потому как географическое положение государства предполагает к себе инвесторов именно в отрасли сельского хозяйства и органических продуктов. Теперь остается только ждать, когда закончатся политические разборки и начнется настоящее развитие страны. Мирим Куваныч, Пек, Зенур Мухаммед Абдемаджинов. Новость Ошпери.